На Сумщине враг активизировался, есть попытки проникновения диверсионно-разведковых групп, которые пресекаются нашими силами обороны, и мы наблюдаем, они подтягивают войска ближе к границе, а мы наблюдаем за этим процессом. Харьковское направление. Тут боевая активность в основном ведется в направлении Лепцы, это на северном фланге плацдарма, который захватил рашистские войска, и Волчанск. Вот два активных участка на границе Белгородской и Харьковской областей. На Лепцы и Старица, населенный пункт, дважды пытались прорвать нашу оборону рашистские войска, но они здесь, вот на северном части этого плацдарма, они буксуют очень сильно. Здесь нам действительно удалось остановить их продвижение, сейчас мы пытаемся наращивать наши оборонительные рубежи, и враг безуспешно, тут уже можно четко сказать, безуспешно пытается атаковать наши позиции. Здесь контроль за ситуацией полностью в наших руках. А вот если мы берем в районе города Волчанск, тут наши подразделения пытаются усилить оборону для улучшения тактического положения, но все равно на северных окраинах города идут уличные бои, и нам до сих пор не удается полностью зачистить Волчанск от рашистских войск. Плюс рашистские войска пытаются нарастить свои усилия, то есть они пытаются подтягивать пока что только пехоту, но уже есть первые попытки подтягивать бронетехнику для того, чтобы нарастить свои усилия в плане захвата города Волчанск. Также они начали, ну понятно, что нахрапом у них не получилось, это уже понятно, они хотели за два, пленные говорят, что был приказ, они за два дня должны были захватить Волчанск. Но раз не получилось, видимо, рашистское командование, почему я говорю генерал Лапин, потому что он тут командует вот этой группой войск рашистской, они решили перейти к обычной тактике ведения боевых действий, это медленное ползучее наступление с стиранием Волчанска с лица земли. И сейчас работает авиация, работает артиллерия рашистская, то есть кабами, они пытаются развалить город с последующим заходом в этот населенный пункт. Наши войска, естественно, оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются, наоборот, пытаются контратакующими действиями, пытаются выбить противника с северных окраин Волчанска. Пока что противник пытается закрепиться только на северных окраинах. Наши войска с помощью артиллерии не дают им этого сделать. Но что самое интересное, что наращивать усилия враг не может, для этого нужны резервы. А резервы на сегодняшний день можно подтянуть только с Восточного фронта, сняв там те части и подразделения, которые еще не вводились в бой. Такие есть у них на Донецком направлении, на границе с Запорожской областью они держат во втором эшелоне, там небольшой резерв. И в самой Донецкой области тоже они держат напротив, за Авдеевкой туда, чуть глубже, где-то на удалении 40-50 километров от линии фронта. Вот они держат тактический резерв, то есть второй эшелон, который еще не участвовал в бою. Так вот, для того, чтобы нарастить усилия в Волчанске, надо снимать подразделения с Восточного фронта. Но снимать, допустим, с Купинского направления, как вот мы сейчас будем рассматривать ситуацию, и там довольно большая группировка, я говорил, там в основе группировки там находится первая танковая армия. Но оттуда нельзя снимать, иначе тогда теряется смысл. Если задум был взять Волчанск и двигаться дальше вдоль железной дороги на Купинск, то на Купинском направлении надо, естественно, наращивать усилия и тоже начинать наступательную операцию. Поэтому тут Купинское направление полностью отпадает от варианта снять оттуда хотя бы какие-то части. Далее идет Лиманское направление. Там вот эта быстро сформированная 25-я общевойсковая армия, она еле-еле сдерживает контратакующие действия наших войск. Мы там в районе Серебрянского лесничества, на Лиманском направлении, наоборот, еще и тесним врага и улучшаем свое тактическое положение. То есть иногда продвигаемся на контратакую, продвигаемся вперед. Оттуда тоже особо не снимешь. Да и плюс, наши действия на Лиманском направлении, они угрожают группировке расистских войск в Луганской области, которая, по идее, должна атаковать Купинское направление. То есть видите, как все взаимосвязано. Значит, с Лиманского направления тоже нельзя снимать. Да, а дальше пошли все оперативные направления, которые там Кураховское, Покровское направление, Краматорское направление, которые для врага очень важны, потому что они там хотят прорвать нашу оборону с целью захвата Донецкой области в административных границах. И там, и вот, но скорее всего, если они захотят наращивать усилия, скорее всего, может быть, будет сниматься что-то с Краматорского направления, может быть, что-то с Ореховского направления. Потому что на Покровском там основные усилия они сосредотачивают, оттуда сильно не снимешь войска. Но буквально, я думаю, что не больше одного полка или неполной бригады, потому как это сильно может ослабить группировки российских войск и на этих направлениях. А вот для того, чтобы развить полноценное наступление и дать мощную волну усиления войск в наступлении на Харьковском или, допустим, на Сумском направлении, как минимум, туда надо перебросить как минимум полноценную дивизию. Тогда это как-то может существенно повлиять на обстановку на линии фронта. Вот такая вот дилемма получилась, что не дожидаясь то, что мы с вами обсуждали, что должны были нарастить по данным нашей разведки, как говорил генерал Скибицкий в интервью The Economist, что по данным нашей разведки группировка войск Белгородской области должна была быть наращена до 50-70 тысяч, а это значит, что туда должны были прийти 2-4, как минимум, мотострелковые дивизии. Вот тогда бы, да, тогда бы это была бы серьезная попытка вклинения в нашу оборону с ее прорывом и дальнейшим продвижением на Купинск. Но почему-то ждать не стали, почему-то генерал Лапин дал отмашку наступать теми 30 тысячами, которые есть на сегодняшний день. И сейчас часть войск втянута, где-то до 10 тысяч втянута в боевые действия, еще столько же примерно стоит в резерве, а еще столько же нельзя, их применение ограничено, потому что это войска, укомплектованные срочниками и подразделения Росгвардии, которые там усиливали эти войска на линии обороны, которые они строили в Белгородской области. Вот такая вот дилемма у расширского командования именно на Харьковском направлении, которое в принципе завязано на все остальные направления. Продолжение следует...